Елена Пуговкина-Прибрежецкая, единственный ребенок Михаила Пуговкина, оказалась лишена воспоминаний о своем отце после его смерти. Михаил Пуговкин, народный любимиц и талантливый актер, был женат трижды. Елена родилась от его первого брака с Надеждой Надеждиной, которая была однокурсницей Михаила Ивановича. Вопросы о том, почему долгие годы молодых страстных и влюбленных завершились разводом, остаются за кадром. Однако стоит отметить, что нет такого разлучника, который бы чаще разрушал семьи, чем разлучница под именем Водка. Пуговкин стал отцом в 24 года, всего через два года после окончания Великой Отечественной войны, в которой он принимал активное участие. Естественно, он очень любил свою дочь Елену. Однако со временем, после годов и десятилетий, в течение которых он сыграл множество ролей и получил множество наград, его дочь стала для него чужим человеком. Более того, после своей смерти он не оставил ей ни копейки. В свою очередь, она вспоминает отца с не очень лестными словами. Второй женой актера стал артистка народных песен Александра Лукьянченко, которая была старше Пуговкина на 12 лет. В течение 30 лет совместной жизни с этой замечательной женщиной Михаил Иванович исполнил лучшие свои роли и был удостоен множества престижных государственных наград. Однако наиболее важным для него было то, что Лукьянченко каким-то чудесным образом умудрялась удерживать мужа от алкогольной зависимости. Кроме того, она прекрасно ладила с дочерью Еленой, что было еще одним положительным аспектом их совместной жизни. Однако после ухода этой замечательной женщины из жизни Михаила Ивановича, в его жизни появилась третья супруга, и тогда все пошло под откос. Третья супруга, Ирина Лаврова, прожила в браке с Пуговкиным 17 лет, и все наследство актера перешло к Ирине Константиновне. Дочь Елена о том, почему распался брак Пуговкина с ее мамой, своей первой женой. Наверное, у мамы было много романов. Знаю только одно, брак моих родителей был довольно долгим. Папа однажды в интервью сказал так, из надежды у нас была любовь, но это был рай в шалаше. Свадьба состоялась в 1946 году. Молодые отгуляли ее в общежитии, сварив для гостей горшок фасолевого супа. Правильно папа сказал, рай в шалаше. У них никогда не было своего дома, жили у кого придется, то угол снимали, то по друзьям скитались. Пока молодая семья активно работала, внучку Лену забрала к себе в Смоленск бабушка. Так девочка у нее и дожила до средних классов школы. Родные мама и папа так и не смогли подарить дочери тепло домашнего очага. Михаил дико ревновал жену, это выливалось в домашние скандалы. Лена потом неделями страдала тошнотой и мигренью и пропускала школу. Однажды, помню, папа в приступе ревности гонялся за мамой по всей квартире с кулаками. Даже с плиты сковородку схватил. Я забилась в угол, обняв шитую бабушкой тряпичную куклу. И сидела там, обливаясь горючими слезами, пока соседка не увела к себе. Так Лена снова оказалась в Смоленске у бабушки. И это стало для нее облегчением, ибо с родителями было жить невозможно. Бабушка отпустила Лену уже после окончания школы, когда девочке стукнуло 16 лет. Тогда Пуговкин уже был женат второй раз, но Лукьянченко ничего против девочки не имела и относилась к ней вполне по-матерински. Вот что говорила Елена о второй жене своего отца. Встреча папы с Александрой Николаевной изменила его жизнь к лучшему. Она заботилась о нем, привила вкус к жизни, читала с ним сценарий, репетировала. Да и с его пагубной привычкой успешно справилась. А мама в свое время сделать это не смогла. И то, что они разошлись, к лучшему. Мама не стала жертвовать собой ради мужа, бросать профессию. Александра Николаевна ему, безусловно, лучше подошла. Во-первых, у нее характер был кремень. А во-вторых, ради него она оставила сцену, везде с ним ездила и не отпускала от себя ни на шаг. Разогнала друзей, привила ему вкус к нормальной, трезвой жизни, научила одеваться. Елена, между тем, осваивалась в столице, которая показалась ей после Смоленска огромной, холодной и чужой. Потом Елена Михайловна и сама стала мамой и женой, и занялась собственной семьей. Все изменилось, когда умерла Александра Николаевна и в жизни папы появилась Ирина Лаврова. Папа очень тяжело переживал смерть любимой жены. В крематорий папу вел под руку мой муж. Я себя очень плохо чувствовала и после отпевания Александра Николаевны поехала помогать ее дочерям готовить. На сороковой день, после поминок, когда все гости ушли, папа остался один. Горе его душило, ведь они с женой прожили 35 лет душа в душу, его можно было понять. Одним словом, он развязался, рассказала дочь Пуговкина. Ирина Лаврова очень быстро и хитро каким-то образом убедила его, что станет его третьей женой. Как становится ясно из воспоминаний дочери, существенный вклад в эту историю внесла алкогольная зависимость. Третья жена не запрещала ему выпивать. Появились компании и регулярные загулы. Ирина Константиновна вошла в полное доверие пожилого актера. Она распоряжалась всеми его финансами, даже пенсию за него получала. А в собственности у него было немало, к примеру, огромная двухуровневая квартира в Москве. В последние полгода жизни Михаил Иванович провел в изоляции в своей квартире. Он лежал и больше не вставал. Звонил мне, плача, когда жены, по-видимому, не было дома, она меня обобрала. Затем он просил принести ему бутылку водки. Я отвечала отрицательно. Но, я думаю, все остальные приносили ему алкоголь и угощали. Когда Ирина Константиновна заходила в комнату, он тут же бросал трубку. В ее присутствии он был как шелковый, видимо, боялся ее, говорит Елена. Михаил Пуговкин ушел из жизни 25 июля 2008 года. Ирина Константиновна успела продать многое во время его жизни, а оставшееся по завещанию досталось ей. Его родная дочь и внук не получили ничего. Представьте только состояние души дочери, когда она узнала от нотариуса, что у гражданина Пуговкина Михаила Ивановича никакой собственности не числится. В интервью популярному изданию в 2011 году, отвечая на вопрос, а его родная дочь от первого брака не знала, что отцу плохо. Ирина Лаврова сказала, Елена все прекрасно знала. Она живет недалеко от нас, но не желала видеть отца и общаться с ним. А вот дочери Александра Лукьянченко, с которой Михаил Иванович прожил вместе 32 года, с нами были постоянно на связи. С дочерью Таней все время созваниваемся, а вторую дочь, Юлю, похоронили. Они часто к нам домой приходили, подарили нам двух внуков. И это было наше общее, они и мои дети, и мои внуки семья очень большая. Внуки и правнуки гордятся, что жили рядом с таким мудрым человеком, как Михаил Иванович, не то что родная дочь, которая считает, что папа это два притопа, три прихлопа. Вся страна любит Пуговкина, а она, видите ли, не признавала таланта и не почитала его, рассказывала третья жена Пуговкина. Читать это и слышать невероятно больно, признается Елена Михайловна. Но Ирина развела такую бурную деятельность, что мой голос просто тонет в пучине ее клеветы. Мне обидно, что после смерти отца в его квартире живут дети и внуки Ирины Лавровой, все остальное имущество тоже принадлежит третьей жене. Я не получила ни рубля из наследства папы, хотя я его единственная родная дочь. Моему сыну Мише тоже ничего не досталось. Ирина все просчитала, она подговорила отца подписать дарственную, и теперь полноправная хозяйка всего, что он зарабатывал долгие годы своим трудом. А я с сыном и мужем живу в двушке площадью 28 квадратных метров в Москве. На эту квартиру мы с супругом заработали сами. В годовщину смерти отца Елена Михайловна предпочитает не ходить на кладбище, чтобы случайно не встретить там третью супругу актера. Зато я в другие дни хожу к папе, уверяет Елена. Память о нем святая, я его никогда не забуду. И мне обидно, что его третья жена продала ордена и медали папы, дала всем своим детям и внукам фамилию Пуговкина, хотя никакого родственного отношения к нам эти люди не имеют.